С вами Борис Стенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. «Контакт по понедельникам» – это вот единственная, или, скажем так, такая программа, которая через сто лет, через сто лет историки будут наверняка, когда они начнут изучать наше с вами время, конец 20-го, начало 21-го века и эмиграцию из бывшего Советского Союза, они обязательно обратятся к нашим программам «Контакт по понедельникам». И, кроме того, ведь понедельник, мы с вами всегда помним, что это символ начала. Я потому сейчас так патетически набираю тон, потому что у меня сегодня гость, которая имеет, ну, самое непосредственное отношение ко всей той истории, которую мы с вами живем, и времени, в котором мы с вами как бы пытаемся найти себя. У нас в гостях человек, о котором многие, может быть, слышали, но мы сегодня попробуем все это как бы соединить в одно целое. Я лично, я лично очень рад, что этот человек сегодня в студии, потому что я давно хотел посидеть с ним спокойно, один на один, чтобы он принадлежал только мне, ну, и вам, естественно, нашим телезрителям. Но когда я приходил к нему на работу, он всегда был на расхват. Он всегда должен был с кем-то поговорить. Кто-то его звал, кто-то хотел с ним что-то обсудить. То есть он был для всех. А мне хотелось, чтобы он был только для меня и для вас. Те, кто бывал в Нью-Йорке, наверняка знают такую достопримечательность, как ресторан «Русский самовар». Многие слышали такую фамилию – Роман Каплан. Так вот, эти два понятия, они совместимы. И я хочу сказать, что достопримечательность Нью-Йорка – не самовар, не русский самовар, не ресторан, а непосредственно человек. Сам Роман Каплан, который сегодня у нас в гостях и у меня в студии. Роман, приветствую. Добрый вечер, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы себя, как вы думаете, быть достопримечательностью Нью-Йорка – это тяжело? Вот к вам приходят и говорят, а можно Романа увидеть? Как вы себя чувствуете в эту секунду? Кинозвездой? О, нет, абсолютно. Абсолютно нет. Но вам доставляет удовольствие, что вы как бы вот часть времени? Вы действительно часть времени? Доставляет мне это удовольствие? Нет, я даже об этом не думаю, честно говоря. И абсолютно не считаю себя каким-то там незаурядным человеком. И считаю себя, наоборот, человеком абсолютно это самое. Хорошо, тогда скажите мне, откройте мне секрет. Вот заходит к вам в ресторан, в свой ресторан, это мы еще об этом поговорим, заходит Йосиф Бродский, заходит в свой ресторан, Михаил Барышников, подходит, говорит, Роман, привет, садятся, вы садитесь вместе. О чем вы разговариваете? О чем вы с Йосифом Бродским общались? И почему он с вами нашел общий язык? Ну, дело в том, что на самом деле, да, мы встретились давно, да, еще в Ленинграде. Это старая дружба? Старая дружба, да. Опять же, там, вы знаете, существует такое понятие время, да? И вот чем дольше ты знаешь, например, человека, да, тем более тепло и как-то внимательно ты к нему относишься. Потому что давность времени большая очень вещь, да? То есть, если люди встречаются через какое-то достаточно долго прошедшее время, то они встречаются поначалу как абсолютно как родные. Потом через 2-3 минуты становится ясно, дружил ты с этим человеком на самом деле или не дружил. Уже по всему, по интонации, по сказанным словам. В Ленинграде я вроде бы слылался на таком иностранных языков. Но это было не просто, не случайно. Вы ведь учились этому, скажем так. Да, конечно, я учился этому. Но самое... Конечно, да. Вы закончили филологическое отделение, да? Это герценовский был, да? Да. Филфак. И какой направленность у вас была такая, скажем... Ну, у меня был английский язык. Западная, не советская направленность. Американская литература и язык. Да, английская и американская литература, да. Да. И вот вы слыли в Ленинграде как знаток иностранного языка. И что? Нет, поэтому... А Иосиф в это время как раз пытался заниматься переводами. И поэтому в те годы мы с ним разговаривали гораздо более чаще, да? Потому что то ему хотелось узнать какое-то слово, да? То он что-то написал и захотел мне это прочитать. Мы довольно часто вот так вот общались, да? Когда он, например, говорит, стишок написал. Сейчас те его прочтут, значит, да? Когда мы здесь встретились, тоже после довольно долгого невидения, да, друг друга, мы встретились как очень близкие люди. Потому что, опять же, Ленинград, общая какая-то судьба более или менее, да? А могу я предположить из вашего разговора, что эмиграция сближает? Или наоборот, эмиграция разрывает людей? Ну, это может быть и то, и другое, да? Без всякого сомнения, что во всех эмиграциях происходит какой-то разброд. Всегда какие-то сутолоки, перетолки. Я читал «Былое думы» у Герцена, где он рассказывает, как он приехал в Лондон в эмиграцию. И свое впечатление, первое впечатление от русских, которые находились в эмиграции в Лондоне. И он рассказывает, в общем-то, в негативных красках, в негативных тонах. Как вы считаете, вот наши, вот многие говорят, ой, это русские, это русская. А как вы считаете, мы отличаемся, наша эмиграция отличается. У вас есть какое-то представление о том? Определенно, определенно. Это вообще самая образованная эмиграция, которая когда бы то ни было приезжала в Америку. Это, в общем, главным образом эмиграция составлена из людей, которые не пошли на всякие разные социальные программы. Они начали работать, и работали тяжело очень. Любое начало – безумно тяжелая вещь. Да, и эмиграция – это очень тяжелая вещь, потому что надо начинать совершенно новую жизнь. Далеко ходить не надо. Человек, который у меня в гостях, Роман Каплан, может и почитать стихотворение. Вы любите поэзию, я знаю, что вы больше любите. Я вам с удовольствием прочитаю. Пожалуйста, прочитайте. С удовольствием, да. Это по поводу… Вот, я вам почитаю стихотворение Бродского. Чтобы вы увидели, ну, вы увидите сами, да. Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стоги града полупрозрачная наляжет ночь и тень, И сон дневных трудов награда, В то время для меня Влачатся в тишине Часы мучительного бдения. В бездействии ночном Живее горят во мне Змеи сердечное угрызение. Мечты кипят, В мозгу, подавленном тоской, Теснится тяжких дум Избыток. Воспоминание Безмолвно предо мной Свой длинный Развивает список. И с отвращением, Читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, И горько слезы лью, Но слов печальных не смываю. Это, конечно, не Бродский, Борисан Сергеевич Пушкин. И это просто говорит о том, как человек может к себе хорошо относиться. Даже самое это самое, невероятное, невероятное. Каждый человек относится к себе Именно так, перебирая все это. Это совершенно пессимистическая Точка зрения. У Бродского же она Мажорный характер носит. Написано стихотворение на свое 40-летие. Иосиф написал эти стихи, Когда ему исполнилось 40 лет, 24 мая. Это было 1980-го года стихотворение. И это такое было стихотворение, да? Я входил вместо дикого зверя в клетку, Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, Жил у моря, играл в рулетку, Обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, Дважды тонул, Трижды бывал распорот, Бросил страну, что меня вскормило, Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, Слышавших вопли гунно, Надевал на себя, Что изнова входит в моду. Сеял рожь, Покрывал черной толью, Гунно, И не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны Вороненый зрачок конвоя, Жрал хлеб изгнания, Не оставляя корок, Позволял своим связкам Любые звуки помимо воя, Перешел на шепот, Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, Что оказалось длинной, Только с горем Я чувствую солидарность, Но пока мне рот Не забили глиной, Из него раздаваться будет Только лишь благодарность. Другая точка зрения. Да, я хочу показать, что Йосиф Бродский написал и такое стихотворение. Зима, что делать нам в Нью-Йорке? Он холоднее, чем луна. Возьмем с себя чуть-чуть и корки, и водочки, На ароматной корке согреемся У Каплана. Скажите, Каплана или Каплана? Нет, Каплан, да. Каплан. Так вот, я хочу сказать, что вы прекрасно читаете, вы прекрасно помните, и я чувствую то отношение, которое у вас есть и к поэзии, и к Бродскому. Но вы ведь можете наверняка сказать и рецепт какого-нибудь блюда, который вам нравится, небольшой, вот для наших зрителей. Буквально какой-нибудь совет. Рецепт кулинарный. Кулинарный рецепт. Одно из самых моих любимых блюд – это кислое щи. Приготовить их очень просто. Это так называемые петровские щи. Значит, главным образом надо найти всякое мясо, любое, может быть, свинина, говядина, даже может быть, телятина. но курицу, курицу я бы не, то есть я не пользуюсь курицей, но я покупаю кости, мясо с костями. На косточке? На косточке, обязательно. Самое вкусное мясо на косточке. И ты это мясо, значит, варишь, потом, ну, естественно, делаешь бульон светлым, ну, и кладешь уже всякие разные специи, лавровый лист, лист обычно, несколько горошков черного перца, соль, немножко томатной пасты, потом кладешь туда самую обыкновенную кислую капусту. Можно купить в магазине, никаких проблем с этим нету, да, и потом ты все это, значит, тушишь, да, медленно, на медленном огне это все томится, да, когда это пройдет часа четыре, пять, время, очень важный момент для этого, почему говорят, хотите, значит, дайте мне, значит, это самое щи, сегодняшнее щи, он говорит, нет, завтра приходите, будут завтра вчерашние, да, потому что чем больше они настаиваются, тем они более вкуснее, это мой такой, я смотрю, я смотрю на ваше лицо, хочу есть, и хочу сказать, что оно такое же воодушевленное, когда вы считаете поэзию, и когда вы рассказываете о своих любимых щах, вы любите готовить? Я люблю готовить, я всегда готовил, да, я всегда готовил. Смотрите, у вас, у вас есть чем похвастаться, как образование, я имею в виду, вы закончили флологический, это мы уже выяснили с вами, затем вы искусствоведч, учились искусствоведению тоже, то есть у вас два образования, ну, в общем, мы кроме как бы кулинарно-поэтического, скажите, пожалуйста, это интриги иммиграции, что вы, человек с двумя образованиями, которым можно позавидовать, со знаниями иностранных языков, стали... Никем, никем. В ресторане работать, там никем, владельцем ресторана. Я потом поговорю о том и расскажу о том, что это не ресторан, это что-то совершенно другой какой-то жанр, но в принципе, давайте вот так, вот сидит человек, у телевизора я сейчас включил, человек читает поэзию, человек имеет образование, человек знает как с чьи, почему вы оказались в этом бизнесе? Почему я оказался в этом бизнесе? На самом деле, это моя любимая жена. Дело в том, что я уже сказал... А как с Ларисой? Вот я вам расскажу сейчас про это, если вас это интересует. Я уже сказал, что люблю готовить. И был момент, когда я около 10 лет работал на 81-й Мэрисон в галерее. Ну и там был, в общем, директором, если можно сказать, ну просто вел эту галерею. Была русская галерея, которая показывала русских художников. Мой дом, квартира, вернее, находилась прямо напротив галереи. И я, приходя, значит, на работу к 11, слава богу, мне не надо было рано вставать, я уже чего-то такое покупал до этого какую-то... Я покупал всегда большие вещи. Я прожил Ленинградскую блокаду, и я дико голодал. Поэтому у меня был комплекс такой, да. Я всегда хотел, чтобы у меня дома было очень-очень много еды, да. И если моя жена идет и покупает себе там немножко сыру, да, там несколько яиц и там помидор, да, то я, когда иду в магазин, я всегда покупаю большими шматами мясо, да, которое можно нашинковать, что я и делал, да. Или тоже варил те же самые щи, или гороховый суп из ножек этих самых свиных, ну, как буженину делают, да. Безумно вкусно. Слюнки текут, честно, вот сейчас бы съел с удовольствием. Да, с удовольствием. И каждый день после того, как галерея закрывалась в шесть часов, все перемещались в мою квартиру. А я во время работы еще раз бегал, там переворачивал то, другое, смотрел или поливал маслом, чтобы это... И вот, представляете, в шесть часов стоит такая вот нога, да, и приходишь домой. А кто хотел уходить из художников, которые только приехали в Америку, и они хотели узнать, чем Америка дышит, какие картины там модные, какие продаются. То есть, все их интересовало. Английского, естественно, у них почти ни у кого не было. То есть, ни у кого не было, да, они все не умели говорить, умели рисовать. Приходили ко мне, и начиналось это самое гуляние. Водки начал эти делать еще дома. Сегундочку, можно спросить такой банальный, но житейский вопрос. А как жена? Как она все это воспринимала? Это же вдруг является орда каждый раз. Дело в том, что моя жена работала тоже в то время, да, и она работала в компании, где проявляют фильмы, потому что она как раз вот это ее профессия была, химик, занималась всегда проявкой. кинопленок, да, то же самое она делала здесь, только здесь ей платили поначалу невероятно мало денег, 5 долларов в час, я помню. Это было вообще, ну, ужасно мало денег, очень. Она приходила с работы, мы сидели, значит, выпивали, разговаривали, да, строили планы, да, потому что, ну, как у многих людей, так, начиналась только жизнь, да, как я говорю, что для того, чтобы начать жизнь в новой стране, нужно к этому как-то подготовиться, это не такая простая вещь на свете, да. Ну, короче говоря, я каждый день кормил, парил своих друзей, мне это всегда нравилось, потому что ничего больше нету, кроме как вот сидишь за столом, да, выпиваешь, закусываешь, глядишь к своему корешу в глаза возникают такие славные чувства единения, любви, доброжелательности, так хочется чего-то для этого человека сделать, да, потому что он сидит, смотрит на меня своими добрыми глазами, да, и желает мне только всего хорошего. В конце концов, моя жена бах и говорит, если ты так хочешь, кормите своих друзей каждый день, открой ресторан. Так это она вас толкнула на этот путь? Да, она меня толкнула на этот путь, но там в ее словах был какой-то вызов, мол, сейчас они приходят тебе, так сказать, на халяву, да, а будут ли они тебе платить, когда они будут приходить в ресторан? Вот в чем был ее саркастический призыв. Ну, и я тогда решил, действительно, есть я люблю, голодать я не умею, друзей я люблю больше жизни. Вот надо что-то сделать такое, чтобы в ресторан приходили друзья. А поскольку вы совершенно правильно сказали про образование, да, то образованные люди, как раз они являются то, что называется культуртреггеры, да, носителями культуры. Мне всегда хотелось, чтобы американцы, и не только американцы, но и французы, там, итальянцы и другие, которые вообще европейцы лучше знают про Россию, чем американцы. Американцы мало знают про Россию, кроме, так сказать, элитарной публики, которая, ну, писатели, поэты, да, филологи, философы, да, люди, занимающиеся, в общем, гуманитарными науками, они знают тогда про Россию, а так человек с улицы, он совершенно ничего не знает про Россию. И вы решили открыть такое, так называемое, окно в Россию? А я хотел, именно, да, поскольку Россией я горжусь в том плане, что это для меня всегда была лучшая поэзия, лучшая музыка, лучшие песни. Вот я прожил здесь. Господин Роман Каплан. Да. Почему вы уехали? Почему вы не в России? Почему я уехал? Я вам скажу, почему уехал. Уехал, потому что был молод. Был молод. И глуп? Очевидно. Очевидно, но это неизлечимо. Если тогда был глуп, значит и сейчас. Ваша самокритичность, конечно, покоряет. Уехал, еще раз говорю, да, потому что хотел повидать мир. Хотел повидать мир, да. Потом мне безумно нравились женщины, да. А вот в России, например, да, я не мог иметь возлюбленную, например, француженку, правильно? Или там англичанку? А для вас это было важно? Для меня было важно, конечно, а как же? Но самое интересное, вот я сейчас попрошу показать третью фотографию, где Роман Кармен с женщиной сидит. Покажите, пожалуйста. Роман Каплан. Роман Кармен, это мой близкий друг. Нет, следующий, следующий фотография. Прошу прощения, Роман. Нет, нет, да Генн сидит с прекрасной женщиной. О, посмотрите, пожалуйста. Да, это моя любимая жена. Роман Каплан, это ваша жена. Вот видите, вы искали француженок, вы искали кого угодно. Абсолютно верно. А в конечном итоге у вас рядом с вами прекрасная жена, ее зовут Лариса, жена, Каплан, все нормально? Значит, оказывается, не надо было ехать далеко? Да, в общем, выдающаяся женщина, но я ее встретил здесь, в Америке, приехав в Россию, да, так нет, вот самое, говорят, зачем любви искать и ездить так далеко, да, поэтому я, самое, к счастью, вот встретил эту изумительную женщину, которая, вот уже почти 25 лет, 24 мая в день рождения Иосифа Бродского ресторану исполнится 25 лет, то есть это будет в следующем мае, исполняется 15 лет со дня создания поэтического клуба на втором этаже ресторана. Да, мы сейчас поговорим еще об этом. И юбилея определенного ресторана самого, да? И 25 лет до ресторану. Да. Скажите, вот я бы хотел, чтобы мы сейчас снова показали фотографии, но теперь уже как выглядит вот сама улица и ресторан. Немножко несколько фотографий. Вот это ваш ресторан, да, вы узнаете ее? Да, да, да. Рашен Слава. Да, это центр Манхэттена, это такая деловая, часть центрального Манхэттена. Следующая фотография у нас, это мы уже видели, мы видели Ларису Каплан и Романа. И вот я вижу у нас, не, у вас, не у нас, в гостях и французы тоже. Оказывается, все-таки не только русская публика посещает русский ресторан, но и вот Депордея и так далее. Естественно. И у нас есть еще одна фотография, это у нас вот опять же русский самовар. Так вот, я хочу вернуться к этому самому русскому самовару. Скажите, пожалуйста, первое, это русский, там только русские, русская еда, это чем-то отличается от других ресторанов? Нет, я думаю, что мало чем отличается. В смысле, русская еда, ведь она, хотя и огромная, и разнообразна по масштабам, да, но сегодня здесь мы используем старые просто рецепты, все, что можно... Вы их сами находите? Вы являетесь как бы двигателем вот всего того, что там варится и кукул варится? Поначалу, да, поначалу. Я знал, как приготовить каждое блюдо. Когда мы начинали ресторан, то есть я мог встать на кухню, да, в принципе, да, и кого-то там заменить. Но меню, меню не огромное, а там достаточно разнообразное, но там обыкновенные русские вещи, да, салат оливье, винегрет, баклажанная икра, там, какие-то блинчики, икра. Скажите, так в чем, вот вы видите, у нас еще минута до перерыва, и прежде чем мы уйдем на перерывную рекламу, скажите, в чем вы видите особенность, почему русский самовар стал брендом, стал как бы особенностью Манхэттена? Все это делают люди, все это делают люди, и делают это все вкупе. Ну, можете представить, если твой партнер, величайший поэт эпохи, Бродский. Ну, он же там, как бы, скажем так, не часто сидел, чтобы люди пришли на него посмотреть. Нет, нет, И, кроме того, сейчас стало модно, всякие звезды Голливуда тоже открывают, как бы, рестораны, но они прогорают. Ну, я не знаю, прогорают, не прогорают, но я говорю, барышников, эти люди могли, то есть, они приходили, естественно, но не каждый день, определенно, но то, что их имена были связаны с рестораном, бесспорно, играло огромную роль, потому что, если хорошо для барышников, хорошо и для меня, а потом их друзья, вы же знаете, у них же, как талантливые люди, льнут друг к другу, поэтому Иосиф общался и дружил с людьми самого-самого высочайшего уровня, как с американцами, с испанцами, это были лауреаты Нобелевских премий, и они приходили в ресторан с ним, а потом одни. Хорошо, сейчас у нас реклама, но я бы хотел, чтобы после рекламы вы нам рассказали секрет, каким образом вам удалось убедить Иосифа и Михаила Барышникова стать вашими компаньонами. А сейчас, уважаемые телезрители, реклама. Народный артист России Сергей Захаров. Юбилейные концерты в Америке. Эх, три белых горя, декабрь, тварь и февраль. Яблони в цвету и сны творенья, и жажды счастливым быть не удалить, не удалить. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Дом ритуальных услуг Невский Яблоков это место, где мы с достоинством, уважением и любовью провожаем наших близких. Это лучший сервис, профессионализм, соблюдение культурных и религиозных традиций нашей общины. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Добрый доктор Айболит, его офис всем открыт. Адрес снизу, пригодится. Приходи к нему лечиться, если вдруг живот болит, рези, вздутие, калит, да и тем сюда дорога, кого мучает и сжога, кто страдает от гастрита, язвы и панкреатита. Есть в диагнозе сомнения, получи второе мнение. И лечение, и совет, правильнее места нет. Гастроэнтеролог он. На экране телефон. Всех излечит, исцелит доктор Шапсис, не болит. Доктор Шапсис может все. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. 718-436-4306. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Ассортин. Светлое, современное и уютное кафе. Разнообразные и аппетитные блюда, которые предлагает наше кафе, несомненно, украсят ваш стол и подарят вам, вашим близким и друзьям много минут радости и наслаждения. Все блюда приготовлены по рецептам проверенным временем. Всегда свежая выпечка. Пироги, пирожки, торты, а также первые, вторые блюда и различные напитки. Хотите посидеть в паре? Никаких проблем. Приходите, наслаждайтесь и приятного аппетита! All Medical Care. Широко известная клиника предоставит все виды лечения. Терапевт Диана Теппер станет вашим семейным врачом. В клинике работает гастроэнтеролог и гипотолог Александр Бродский, офтальмологи Леонард Блей и Стэнли Илюшин, психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шеррер, дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман, гинеколог Рита Ябров, специалисты по заболеваниям ног Инна Блехман и Раиса Новопасновская. Уникальный коллектив All Medical Care сохранит ваше здоровье. All Medical Care. Эта клиника для вас. С вами Борис Стэнсер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». И в гостях у нас человек, о котором многие знают и ассоциирует его как особым местом в Манхэттене, в Нью-Йорке, русский самовар. Но главное виднее русский самовар. И это мы еще раз убеждаемся, посмотрев первую часть нашего разговора с Романом Капланом. У нас Роман Каплан. Скажите, вы директор, вы президент ресторана, вы владелец ресторана, вы продюсер ресторана. Кто вы? Я же говорю, никто. Ресторан ведет моя жена. Вот. В течение всех этих лет. А вы ведете людей в этом ресторане? Ну, я, в общем, что-то такое, да. Я там присутствую, да. Поскольку многие очень приходят. Друзья, знакомые, приятели. Потому что особенность еще вашего ресторана в том, что если, когда входишь, и это действительно ресторан, и очень уютный, и очень приятный, но там есть второй этаж. Там есть особая комната. Комната, в общем-то, клуб. Можно так сказать? Это поразительной красоты и элегантности этаж, да? Самовары. Там масса самоваров, коллекционных, прекрасных. Сделан этот ресторан, дизайн второго этажа, сделан двумя замечательными художниками русскими. Это после пожара? После пожара, да. После пожара. То есть, этому второму этажу тоже 15 лет, да. Скажите, у вас бывали бы имена, когда, вот мы заговорили о пожаре, когда, как все бывает в этой жизни, идет даун, разваливается, не идет бизнес, не знаешь, что делать. Бывало у вас такое? Ну, естественно. Как вы справлялись с такой ситуацией? Это не я справлялся. Сейчас справлялся. Обычно меня вручали друзья, друзья-товарищи, да. Я говорю, их много, да, список огромен. Думаю, что, думаю, что я как-нибудь, значит, тут самое, напишу всех, все их имена, да. Каталог друзей. Друзей. Каталог, каталог имен друзей, которые просто... Они у вас на стенах все? Они у вас... Ну, кто-то на стенах, кто-то не на стенах, да. Всех на стенах не повесишь, да. Вот в чем все дело. И потом тоже разные. Некоторых людей уже нету. Те далече. Ну, некоторые из тех, кто сегодня с нами еще живут, уже висят у меня на стенке, потому что я их не просто чтю, почитаю. Чту, да. Конечно. Вдруг это самое... Моя жена, кстати, меня всегда поправляет, когда я делаю какие-то ошибки в русском языке, да. Бывает такое. Скажите, пожалуйста, а вот этот вот второй этаж, этот поэтический клуб, который, да, клуб по поэзии... Да, это вообще... Это что-то такое, вообще, зал для торжеств. Ну, как обычно, обычно, банкетный зал, но вот здесь это несет совершенно другую... Да, там другая функция в основном, да, именно такая культурная, да, исключительно культурная традиция, да, в память Процкого, опять же, да, и туда приходят люди читать стихи. И вот за 15... Так часто? Два раза в месяц. Два раза в месяц. Определенные дни? Уж по крайней мере. Ну, в основном, да, в основном в воскресенье, понедельник, вторник, да, я стараюсь это назначить на дни, когда не очень забито в ресторане, чтобы, ну, я и второй этаж свободен, к счастью, да, для поэтов. Поэтому, да, два раза в месяц собираются люди и читали действительно стихи самые выдающиеся поэты мира. Многие, я говорю, Нобелевские лауреаты, друзья Иосифа, да, поразительно. Приходят ведь не только русские, скажем так, приходят... Нет, конечно. Приходят французы, вот мы видели того же департамента. Скажите, вот приходит к вам тот же самый... Вы помните, когда приходил Марчелло Мастроянин, например, вы помните это? Никита Михалков его привел. Никита Михалков привел. Вот как вы себя чувствуете, когда приходят иностранные гости? Вот как хозяин. Вы как бы испытываете какое-то ощущение, вот вы, как можно понравиться, или... Да, вы знаете, это самое... Что значит понравиться, да? Ну, как можно понравиться? Ну, русский человек всегда, в общем-то, хотел, был хлебосолен, был приветлив. Ну, я такой и есть. А мне не надо приспосабливаться, да, или там стараться кому-то понравиться. У вас есть время читать поэзию? О, я каждый день, шесть часов в день провожу за чтением поэзии. Шесть часов... Можно я повторю? Да. Шесть часов в день вы проводите за чтением. Да. Владея, управляя рестораном. Ну, вот я говорю, рестораном управляет там, владея... Я все эти слова даже не люблю. Я говорю, что я временный хранитель. Так случилось в жизни, да, что пока живой, да, все, что-то движется, да, а там дальше кто знает, что там будет. Хорошо, давайте мы сейчас попросим нашим телезрителям, дадим им тоже возможность побеседовать. Пожалуйста, на экране сейчас будет номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы, прокомментировать, участвовать в нашей передаче. 201-461-1384. Это номер студии, прямого эфира. Пожалуйста, звоните. С вами Роман Каплан и культурный очаг в Манхэттене русский самовар. Роман, скажите, пожалуйста, а вот вы бывали когда-нибудь в ресторанах на Брайтоне? В знаменитом русском Брайтоне? Вы знаете, очень редко, очень редко. Раньше, самое, иногда приезжал куда-то к кому-то на какие-то праздники, да, день рождения, день именин, да. А вы когда бываете в другом ресторане, в том же самом Брайтоне, вы испытываете какое-то, ну, ревнивое ощущение или что-нибудь такое? Как вы, да. Я никому никогда не испытываю никакой ревности. Вот это их... Вы не завидуете никому? Никому. Наоборот. Я всем желаю только. Чем завидовать? Разве... Ну, иммиграция такая вещь, что кто-то устроился лучше, кто-то хуже, у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег. И поэтому всегда возникают вот какие-то такие, может быть, внутренние борения. У вас такое бывает? У меня есть только одно – борьба за существование. Раньше я каждый день произносил три тоста в ресторане. Первый тост был за грузин. Почему? Потому что они были первые люди, которые оказали мне невероятную щедрость. Поэтому щедрость для меня самая поразительная и самая невероятная черта человеческого характера. вот, все отдать. Я не хотел никем быть, кроме как грузином. Второй тост был всегда за товарищей, за друзей, за людей, которые действительно обратили на меня внимание. Я всегда на всю жизнь останусь благодарен каждому человеку, который обратил на меня какое-то внимание. то есть я им невероятно благодарен. Даже вот я очень рад, что мы сейчас с вами сидим и я могу сказать телезрителям, да, передайте всем моим друзьям приветы и поклоны. Да, а они довольно известные люди и я буду рад, если они это сами услышат. Поэтому я говорю, это всегда вот помощь. А третий тост? Третий тост у меня был за то, чтобы было не лучше. Не лучше? Не лучше. Или не худше? Нет, не лучше. Не лучше. Потому что пока мы можем сидеть за столом и выпивать, пока мы можем ходить на своих ногах, пока мы можем смотреть в глаза друг к другу и видеть друг друга, мы живые люди и у нас счастье. А когда было не хуже, чтобы было не лучше, лучше не бывают. Хорошо, давайте послушаем людей, которые я знаю, тоже большие любители и поэзии, и многого другого. Юлий Вашингтон. Здравствуйте, Юлий. Как поживаете? Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Роман. Я хотел в связи с Бродским вас спросить. В Америке живет свидетельница школьных лет Бродского. Биографы и все неверно освещают его школьные годы согласно ее свидетельству. Не хотели бы вы поучаствовать с вашими друзьями, с ней пообщаться, чтобы уточнить сколько же классов он кончил и вообще, то окружал его в школьные годы. Она это все знает, она жила в соседнем доме в Ленинграде, и все эти школы, в которых он учился, она знает и училась в параллельном девятом классе с ним и всех его друзей, которые он написал в стихи и школьные тетради. Хорошо, Юлий, значит, Ваш вопрос, Ваш вопрос. Вопрос, не хотел ли роман в эту историю втянуть и помочь разобраться с этими школьными вопросами и занести это до друзей. Понятно. До друзей. Связаться со мной можно, и Борис знает как. Хорошо. Есть такой веб-сайт, кстати, Одноклассники, в данном случае тоже, по-видимому, Одноклассница Йосипа пытается что-то такое разобраться. Вас это интересует? Интересует ли меня это? Но это не такая уж это самая серьезная вещь, да. К школе он относился с отвращением всегда. Ушел он, по-моему, после восьмого класса. Я даже не знаю, что он учился в девятом. Но я мало знаю про его школьную жизнь, так же, как мало помню про свою школьную жизнь. Но Йосип все-таки написал какие-то поэмы, да, и стихи. А вы сами не пишете стихи? Знаете, когда я был молодым человеком, естественно, единственное, что я хотел делать, это писать. Ну, я знаю, что у вас книга бы даже выходила, да? Да, как-то было что-то такое самое, но я тоже к этому отношусь, так это самое, в общем, наплевательски. Спокойно, скажем так, мало меня интересует. Хорошо, давайте тогда послушаем Виктора из Массачусетса. Виктор, здравствуйте. 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 Да-да. Во-первых, я хотел, открыл компьютер, посмотрел, ваш ресторан оценивают в 4 звездочки. Почему у них 5, вот ваше мнение? Почему у них 5? Я несколько лет тому назад был на Брайтон-Бич, я сам живу в Бостоне, и просто мы же бежали из ресторана русского, потому что там был такой мат-перемат, ну, невозможно было находиться, как у вас с этим. И третий вопрос. Вот, судя по меню, у вас, скажем, энтрис, ну, второе блюдо порядка 25 долларов, и только империал блины 125. Значит, судя по ценам, это рассчитано на средний класс где-то, ну, за исключением, пожалуй, блинов. и вот у вас расписание, в основном вы с пяти вечера работаете до трех, там, или пяти часов утра. С чем это связано? Хорошо, спасибо, Виктор, столько вопросов, но мы попытаемся нам всех ответить. Во-первых, почему вы четыре звездочки ресторана отмечены, а не пять звездочек? Что это, от чего это зависит? От чего это зависит? От поэзии? Да, это что, если бы, да, хотя мы сейчас получили совершенно поразительное ревью, поразительное, из самого-самого крупного журнала гида парижского, Мишелин, и там прекрасное ревью про нас, просто прекрасное. Независимости от количества звездочек. Независимости от количества звездочек. Но вы не можете сказать, почему вас не пять. Да, нет, но, слушайте, у меня очень скромный ресторан, очень скромный, там все как-то так, ну, просто. Хорошо, Роман, вот тот второй вопрос, который задал Виктор, он любопытен в том плане, что ресторан и мат, это должно, он говорит о том, что они сбежали с женой, когда находились в одном из ресторанов на Брайтон-Бич, потому что очень сильно ругались матом, невозможно было там находиться. он спрашивает, а если он придет к вам, он не сбежит? Ну, не знаю, может и сбежит тоже, да, хотя у нас все это немножко более приглушено. Понятно. То есть вы обещаете... нету, нету места, да, где есть... А как вы вообще относитесь к мату? Неформальной лексике? Очень хорошо. Мне всегда безумно нравилось, да, это смачные слова, все время там это самое говорить их не годится, но есть момент, когда не скажешь ничего по-другому, да, или в сердцах, там, или еще чего-то. То есть вы считаете, что это часть русского языка, от которой отворачиваться не надо? Определенным. Понятно. У меня есть друг Юза Лешковский, который пишет литературу, да, в которой большое количество так сказать неподцензурных слов, да, но я-то считаю их абсолютно цензурными словами. Здесь особенно не церемонятся в английском, там, американском языке. Они употребляют это все время. Понятно. Еще вопрос был, просто эти вопросы, они в какой-то степени отражают интерес о том, что цены, цены в вашем ресторане. Второе блюдо 25 долларов, а есть 125, да, имперские блины. Да. Но это как бы волнует вопрос, как покушать блины, и не так дорого. Нет, это, у нас есть блины гораздо дешевле, там, за 15 долларов, блюдо. Но это не просто блюдо. Отвидите, вы сами говорите, имперское блюдо, да. Значит, там существует, там есть то, что называется стендаль, красное и черное, то есть в России называли это. Стендаль будет, то есть будет черная или красная икра, да, и красная. там есть там белорыбец, там есть То есть такой набор, который действительно делает имперские. Огромный набор, огромный набор. Это, то есть, это на двух обычно, да, но многие люди берут на четверых. Но это, я говорю, это все очень дорогие вещи, и я вам должен сказать, что это вообще даже и цена не огромная. Все понятно. Тогда мы начинаем слушать еще. У нас много очень телезрителей, которые хотели бы больше знать о вас и русском самоваре. Георгий из Бостона. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. У меня есть просьба, и у меня есть вопрос. Моя просьба. Давайте просьбу. С тобой в конце передачи сказали адрес и телефон ресторана «Русский самовар». Это просьба. Хорошо, теперь вопрос. А вопрос мой касается нашей молодости. В 60-е годы, в начале 60-х годов в том же Ленинграде была большая компания против тунеядцев. И много статей всяких о них. В Ленинграде была большая компания, дальше я не совсем понял. против тунеядцев, так называемая. А, против тунеядцев, да-да. Тунеядцев, так их называли. Так. Была большая... Под эту компанию ведь попал и в рот, и потом для него это все печально кончилось. Но вопрос у меня к Роману. Про Романа тоже была громадная статья, насколько я помню. Были ли для него какие-то последствия после этой ругательной статьи? Это мой вопрос. Хорошо, понятно. Роман, вы были тунеядцем? Вас обвиняли в тунеядстве? Меня во всем обвиняли, да. Кроме погоды, как писал Иосиф Бродский. Это было связано с Бродским каким-то образом? Нет, это было раньше. Или у вас своя была диссидентская жизнь? У Бродского это было в 64-м году, а у меня это было в 63-м году, да. Ну, там масса, масса всяких можно... Но я, конечно, был не то чтобы это самое. Я был против того, чтобы нас держали в клетке. Вот против этого. Я был против политики советского правительства. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы как бы американист, правильно? Да. Ну, заканчивали английская литература и английский язык. Да. Вы... Это время Хемингуэя, это время Фитчеральда, это всех вот это вот плеяда вот американских писателей, о которых мы много читали, слышали, знали. Для вас они были чуть ли не, скажем так, своими знакомыми, хорошими. И вы хорошо знали Америку, как вам казалось. Но вот теперь вы прожили в Америке столько лет. Это та Америка, которую вы в то время бредили, говорили? Вы знаете, это тоже непростой вопрос. Непростой вопрос. Скажешь это самое, что мне не очень нравится сегодня жить в Америке, это... Ну, это так, да? Мне осталось... Может быть, вам хотелось бы жить где-нибудь на островах Индонезии? Вы знаете, уже все как-то так приехали, да? Вроде бы дальше ехать некуда. Вот я прислал моему брату как раз телеграмму. И я, когда со мной случилась вся эта кошмарная история там, в Питере, они, моего брата, моих родителей повезли на завод «Электросила», где они меня судили, рабочие, да? Это 63-й год. 63-й год, а до этого вот мой брат, который геолог, мой близнец, живет в Хьюстоне, он и Бродский, который был в геологических экспедициях, болтался по ним, да, с рюкзаком, они меня устроили в геологическую экспедицию. И я спасали, спасали, да? Да, и я сразу же уехал в Сучан, но я ехал на поезде до Владивостока, ну, я написал шутливую телеграмму, да, приехал в Владивосток, дальше ехать некуда. Это было действительно так, дальше ехать было некуда. Из Советского Союза никто никогда не мог ни убежать, никто не мог никогда прийти, да? Вам мешало. но еще как мешало, да? То есть мы никак не могли перейти границу, вот о чем мы, мы мечтали об этом. Хорошо, слушаем Зину из города Нью-Йорка. Здравствуйте, Зина. Алло? Алло? Здравствуйте, Роман, хотела вас поприветствовать, это Зина Шапира, и моя Шапира. Здравствуйте, здравствуйте. Да, добрый день, да. Просто хотела вам сказать, что вы прекрасно выглядите, замечательно. Говорите, пожалуйста, быстрее, у нас последняя минута. просто, Роман, вы замечательно говорите о том времени, которое, которое, которое мы здесь жили, это, так сказать, вы напомнили всю эту эмиграцию, начало, продолжение, и я просто очень рада слышать вас, и желаю вам всего-всего самого хорошего, еще много-много-много лет, на долгие годы. Будьте здоровы. Спасибо вам, Зина Шапира. Спасибо. Приятно, да? Ну, конечно, приятно. Хорошо, у нас Вера, Вера, это какой город у нас? Штат? Да, здравствуйте, можно говорить? В Филадельфии, да. Роман Каплан, здравствуйте. Говорите быстренько, пожалуйста. Да, да, я буду говорить. Значит, Роман, уважаемый Роман, мы были очень рады первой встрече с вами несколько лет назад, и тогда вы произвели на нас огромное впечатление. А сейчас мы тоже очень рады встрече с вами. Но почему у вас вид опустившегося алкоголика? Почему вы явились в такой задрыпанной, какой-то грязной одежде? Значит, смотрите, Вера, одну секундочку, Вера, я позволю вас остановить, потому что в данной ситуации вы говорите вещи, которые вы сказать не имеете права. Потому что, когда Роман вошел в студию, я ему сказал, и я глубоко уверен, он выглядит элегантно, он выглядит подтянуто. Я завидую ему, человеку, который стоит у котла с мясом, и с шикарными овощами, фруктами, я не знаю, с икрой, и выглядит он подтянутым, стройным, моложавым. Поэтому, может быть, у вас искажает телевизор. Большое спасибо, Вера. Роман, вы прекрасны. К сожалению, времени не так много. У нас есть пару минут, но я попытаюсь вас все-таки еще поспрашивать. Скажите, пожалуйста, вы хотите сказать, что вы приехали? Не может быть такого, что вы приехали. У вас наверняка есть какие-то планы, у вас есть идеи. Я не верю, что вы, человек с такой внутренней энергией, этого не имели. Планы, когда я приезжал, сейчас. А, сейчас мои планы. Я хочу сейчас видеть вас с этой энергией. Вы знаете, я планов уже давно никаких не делаю. Я все делаю как-то спонтанно. Желание, желание у меня есть. Желание у меня есть, естественно. Как можно дольше приходить в заведение, так больше встречаться с людьми и так же обниматься с ними, заряжаться от них энергией невероятной. И вот так до конца в строю. Давайте еще одного человека. Евгения, красивое имя. Евгения Нью-Йорк. Здравствуйте. Говорите. Слушаем вас. Только быстренько, быстренько. Последние минуты. Здравствуйте, Роман. Роман, я не собственные московские уникальные рецепты русской кухни. Мои собственные... Я очень люблю одежды, но я очень люблю готовить. Может быть, вы заинтересуетесь? Хорошо. Я определенно заинтересовываюсь. Значит, мы сделаем с вами две вещи. Я могу к вам когда-нибудь под отдыхать? Да, да, приходите с рецептами, поговорим, а может, вы что-нибудь приготовите нам? Хорошо, с удовольствием. Роман, скажите. С удовольствием. В свое время до Москвы. Все, 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 спасибо, у нас время. Приходите прямо в русский самовар. Да, скажите, пожалуйста, Роман, это я беру как бы на себя, на свою совесть. Давайте скажем, где же находится этот русский самовар? Он находится на 52-й улице. 52-я улица? Да. Между Бродвеем и 8-й, пишет к 8-й, точный адрес 256-й West, 52-я улица. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. И скажите, пожалуйста, может быть, вообще надо сделать не только клуб поэзии на втором этаже, но и клуб любителей русской кухни? Или не только русской? Нет. Вот я говорю, эта прелестная женщина позвонила, да, мне очень понравилась ее идея, да, потому что я всегда хотел бы, и иногда это бывает, пригласить одного шефа, который приготовил бы какую-то другую еду, не русскую еду, чтобы, скажем, сделать вечер азербайджанской еды, например, да? Или... Вы романтик. Роман, романтик, Роман, Каплан. Романтик и большой любитель людей. Это правда. Я признателен вам, большое спасибо. Я знаю, как тяжело вам стать утром рано, поскольку я знаю, что у вас ресторан работает допоздна, до трех, до пяти часов, вы приходите глубоко поздно и ночью домой, и когда я вам сказал о том, что надо приехать в студию и быть перед, как бы, передачей, вы с большим трудом нашли в себе эту силу. Нашел. Огромное вам спасибо. И вам тоже спасибо. За то, что вы нашли эту силу. И вам, уважаемые телезрители, я признателен за то, что это час. Вы провели вместе с Романом Капланом, вместе с «Русским самоваром» и вместе с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенсор. До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова